Скажите, вот здесь камера, почему вы не подойдёте к прокуратуре? Что вы меня снимаете? Не, подождите, почему вы меня снимаете? Ну а почему вот камера она снимает? Да, причёте здесь камеру. Как это причём? Вы закройте. Тихо, тихо. Мужчина, уезжайте. Уезжайте с тротуара. Да, я уезжаю. Скажите, я же перед вами извинился, вы меня извинили, правильно? А что вы своей женщине, подруге не делаете замечания? Она меня тоже снимает. Ну чё? Ну чё снимаем? Она меня тоже снимает. Мы находимся по адресу Красноармейска, 91, город Ростов. У здания транспортной прокуратуры вот здесь осуществляют данные водители данных автомобилей стоянку на тротуаре. К тому же за мной расположен знак 327 с табличкой информационной эвакуации транспортных средств. Мы вызвали сотрудников ГИБДД. Вот они достаточно быстро здесь приехали. Гаспар вызвал примерно полчаса реагирования. Вон они стоят с проблесковыми маячками. Вот эти вот транспортные средства тоже нарушают на порядка 10-15 автомобилей. Вот здесь. Вон инспектора. Приехали. Уже отреагировали на какое-то нарушение, там что-то делают. А вот здание транспортной прокуратуры. Донская транспортная прокуратура. Красноармейская, 91. Это город Ростов-на-Дону. Здравствуйте. Здрасьте. А вы по обращению Гаспара приехали? О чем? Ну, насчет эвакуации транспортных средств. Так кто-то аж вызвал. Да, мы вызвали. Вот там на тротуаре стоит. Помогите нам, пожалуйста, эвакуировать автомобили оттуда. Одну секунду. Да, можете представить, пожалуйста. Старший инспектор ДПС, старший лейтенант полиции, кладкий Дмитрий Викторович. Спасибо, Дмитрий Викторович. Вы сейчас заняты немножко, да? Я сейчас пытаюсь эвакуировать. А, все, хорошо. Ждем. Да, да, инвалиды там стоят они. Да? Это вы стоите, что ли? Не, я... А, не, а, понял. Я разгружался. А, понятно, все. Вопрос нет. А у инспектора есть. А это инвалидные, да, места? А эти инвалидные. Два, два места. И вот еще нарушает правила дорожного движения здесь. Вот. Такой знак имеется, 64, со способом постановки. Стоят они правильно, только на инвалидных местах. Вот два места занято. И дальше вот нарушает правила дорожного движения. Вот три машины. Даже не три, вот там еще одна. Четыре автомобиля. 3,27 знак. Все это происходит около здания транспортной прокуратуры. Вот эти без нарушения правила дорожного движения стоят. Вот. Гаспар вызвал полицию. Через полчаса приехали. Фантастика. 20 минут. Даже 20 минут. Но это просто, это просто фантастика. Пошли, может, там встанем, посмотрим. Может, кого-нибудь пригласим в ГАИ. Вдруг кто-то уезжать соберется. А что женщина тебя спрашивала? Что вы меня снимаете? А, понятно. Ну, мы не снимаем, да. Ты спокажи, вот, транспортная прокуратура. Я показал уже. А почему вы меня снимаете? Улицу снимаете. Улицу снимаем. Ну, вы можете, что вы умеете. На каком основании вы снимаете? 29-я статья Конституции Российской Федерации. Вы кто такие? А, вы кто? А, вы кто? Нет, вы только гражданка. Вы меня сняли, поэтому спрашиваю. На каком основании вы снимаете? Вы, пожалуйста, даже вы не снимаете. Мы побовали к calocqué. Не надо, не надо меня снимать. Ну, не стоите тогда на улице. Нет, подождите. Вот здесь камера. Почему вы не подойдете прокуратуру скучностей? По чему вы меня снимаете? Нет, подожди, почему вы меня снимаете? Ну, а почему вот камера она снимает? Да, вы че здесь камера? Как это причем, мама такая же камера? Вы закинете, че там? Тихо, не прикасайтесь. Сниваша оборудована. Не надо касаться ни своего оборудования. Не надо, это не ваше. Вы получите на месте. А, зачем вы снимаете? Мы улицу снимаем. Ну, вы ругаетесь, вы ругаетесь. Вы как забьёте по камере. Не надо, вы не имеете права этого делать. Не знаю, хочется. Так, молодые люди. Вы вообще с вами месте находились. Вы подошли, ударили, мы по камере. Да все нормально, не знаю, женщины что-то недовольны. Не надо, всё на камере сфиксируем. Мы фиксируем право нарушения, а женщины что-то недовольны. А мы здесь, а где что-то мы? Да мы с ним, при чём здесь, мы вот снимаем автомобили. А зачем вы меня снимаете? Да вы в кадр попали, мы показываем, вот Волгодонская прокуратура. А зачем? А зачем здесь Волгодонская прокуратура? Так вы здесь стоите. А вы ведёте себя, привлекайте внимание. Вы снимаете, вы слышите? Мы вот снимаем табличку. Зачем вы эту табличку снимаете? За какая разница? Зачем я занимаюсь? Какая разница? Не, ну вы согласны 152-й спеце, части 1-й. Ну, вы не называем. Гражданские ходы, знаете? Вот они стали, а оттуда на них начинают. Зачем нас снимают? Я знаю, а вы, по-моему, не знаете, у вас у права обязанности. Послушайте, я как юрист, я прекрасно знаю. Да я знаю, я тоже юрист. Ну, так вы плохо тогда знаете закон. Я очень хорошо знаю. Вы плохо знаете закон. Почему вы кричите? Вы сами привлекаете внимание. Вы подожди, человека ударили по камере. За что? Никто никого не ударил. У меня на камере всё зафиксировано, как вы ударили по камере. Я закрыла ее. Ну, а какое вы право имеете к чужому ему, что притрагиваться? Подождите, а почему он снимает меня? Да мы снимаем в общественном месте, согласно 29-й статье Конституции Российской Федерации, части 4-й и также 5-й. Не задерживайте полицейских, пускабо вы снимаете. Патрули. Да мы улицу снимаем, нарушения снимаем. Так вы не подойдите ко мне, не подходите. А что вы снимаете нас? Я теперь вас сниму. А можно, да, вам? Так можно же уже снимать. А вам можно, а нам нельзя, получается? А вы что снимаете нас? Потом я буду выяснять. А кто вам разрешил нас снимать? Ну вот. Да ладно, подожди, подожди. Да все равно сотрудники там же. Так, все. Все? Конфликт исчерпан. Давайте. Все, вы разняли? Я вас вот так, да, вот даже скажу, улыбнусь даже вам. Улыбайтесь. Хорошо. Все? Все, замечательно. Вот только вот так переверните, так лучше снимать. Не надо, так нормально. Не, так нормально, да? Ну все, молодцы. Просто вообще, у нас вообще как-то неплохо сниматься. Нельзя так, да? Снимать нельзя вас? А зачем вы снимать не забираете? Ну вы привлекайте внимание, гляньте. Если бы вы просто тут как прохожие шли, мы бы их не снимали. А почему мы где хотим, там остановились и разговаривали. А что вы своей женщине, подруге не делаете замечания? Она меня тоже снимает. А что? А что? Она меня тоже снимает. Ей можно, да? Вы же снимаете. Ей можно? А вам можно. Вы же первые. Я не против, снимайте, потому что я знаю, что это общественное место. Снимаете? Первый, да? Мы какой-то в детской считалке. Я первая, вы вторая, да? Я не провоцирую. Да я не провоцирую, я просто разговариваю. Зачем? Беседу с человеком. Человек задает вопрос, я отвечаю. Она же меня снимает. Я, видите, к вам не обращаюсь по поводу. Да ладно, я спокойно совершенно. Ты не провоцируешь. Я журналист, если что. Да, мне вообще все можно снимать. Понял, да? Не вступай в дело. Да ладно, мне просто интересно. Но там сотрудники все равно вызвали, а они ничего. Интересные женщины, да? Вот так. То есть мы их вообще не снимали. В общем, в детских грудях отсекают от работы. Так, а это куда? Что, уезжает или нет? Да нет, он задом встает. Нет, задом встает. Да, да, да. Вон там на тротуаре стоит. Рушает. Вот сотрудника вызвали. А нас, чтобы это... Не, ну вы же общественный порядок. Понятно, это все равно. Надо видеть, как полиция работает. Прошли и сразу все в порядок. Надо отсюда, чтобы у нас улица не видно было. Ладно. Берем. Надо тут работать. Все работает. Так что лучше и говорите такие. Всего-всего хорошего. До свидания. Ох, так. Так, вот сотрудник фиксирует транспортные средства, которые стоят на тротуаре. А вот эти тоже в зоне действия знака 327 попадают. Вот там знак просто. Вот. Два. Тоже будете фиксировать, да? Приедет в вакулатор, будем убирать. А вон те, смотрите, еще вон там дальше. Вот там, да, еще стоят. Да, вон, смотрите. Это не только эти. С Владимиром. Да. Ну, давайте по-нормальному. Я же объясняю. Приедет в вакулатор, я загружу. Просто, не, вы зафиксировали эти. Просто главное, чтобы вы здесь были, чтобы когда они выбежали, сейчас убегали, начни, чтобы вы, оп, документики. Они сейчас начнут разбиваться. Я пока не знаю, кто начнет. Пока никто не бегает, да? Да. Кто тут разбиваться? Да, ну. Пока есть что делать. Вот таких вы полицейских, да, побольше бы. Совершенно верно. Не, нормально реагирует. Ну, абсолютно. Вполне, молодцы. Первый раз такое, может быть, никто не эвакуировал никогда. А здесь вот приехали инспекторы и начинает работать. Так, вот эвакуатор подъехал один, правда. Наверное, джип будет забирать, или он не поднимет его? Не, не поднимет. А, вон, уезжает. Надо заблокировать. Так, вот эвакуатор. Пытается уехать. Я устал. Здрасте. Подойдите к инспекторам, пожалуйста. Вы на трутаре. Совершили стоянку. Вон, к инспекторам. Да, трутар. Ну, видите. Он даже поднят. Бордюр есть. Поднят под проезжей частью. Вы мне отъехать дадите? Нет, нет. Сначала... А я должен устранить нарушение. Нет, нет. Сначала подойдите к инспекторам, потом устраняйте. Вы же видите пешеход сзади. Да, потом устраните. А то сейчас уедете и все. Вот мужчина не стал давить пешехода. Подходит к инспекторам, чтобы быстрее уехать. Сейчас ему вынес постановление административного правонарушения. И он уедет спокойненько дальше поедет. А кто-то побудил на тротуаре пешеходоваться? Я не знаю, что это тротуар. Он не знал. Он говорит... Я даже не знаю. Это тротуар, говорит. Он не знал, говорит, что это тротуар. Инспектор, уважаемый, вот нарушитель подошел к вам. Сам с документами. Алло, подождите. Да, 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 все, понял, вижу. Дежурный. Ага, хорошо. С вами. Здравствуйте. Городской Горицкий, Тайбол. Мужчина передает документы. Поставил вон там, вон. Вон там на белой машине стоит на тротуаре. В зоне действия знака к тому же 327. Что-то тут пока стоит, сидит, ничего не делает, непонятно. Документы вот взял. Минтовой МММ взял. И где второй инспектор, тоже не ясно. Что там интерес для них составляет? Постановление выносит. А выносит, да, вот этому молодому человеку постановление? Естественно. А то, может, он прокурор, я же не знаю. Он прокурор, да? Нет, просто работник прокуратуры. Административному наказанию. Да, просто работник прокуратуры, видимо. Понятно. Он долго выясняли что-то, ходили даже куда-то. Один сотрудник ушел. Сотрудник полиции. А, или не ушел, он, наверное, сзади сидит, да? Сотрудник второй сзади, да? Я просто не видел, куда-то он делся. Понятно. Так, ну вот, четыре материала составляет. Сейчас один материал по поводу стоянки на инвалидном месте. И вот этого парня вот составляет вот на это вот. Который разгрузку-погрузку вел. А, там еще один подошел, да? Отлично. Еще один подошел гражданин. Тоже на инвалидном месте стоит. Инспектор отреагировал. Идет к нему, сейчас будет у него брать документы. Соответственно, материал сейчас будет составляться. Тоже привлекаться к ответственности за стоянку на месте для инвалидов. Тоже на инвалидном месте для инвалидном месте для инвалидном месте. Так, и на водителя вот этого автомобиля будет составляться сейчас административный материал. М-061-161. Вот в зоне действия вот этой вот таблички информационной он поставил. Два места для инвалидов. И на вот этого составляет сейчас материал. М-101-ММ-161. Господа, вас можно попросить? Да, конечно. Вы же у нас свидетеля нарушили. Без проблем, да. Вопросов нет. Раный человек не согласен с нарушением. Не согласен? Вот этот, который сидит на автомобиле. А, вот этот что? Да. Он же в зоне действия. Знака, да. Точнее, он не в зоне действия знака, он вторым рядом. Да, вторым рядом просто поставил, вопросов нет. Здесь способ постановки только вот так. А господина Авакяна, а можно он уже? Да, конечно, сейчас пригласим. И тем более здесь способ постановки только вот так вот можно ставить транспортное средство. Перпендикулярно проезжей части. А тут, да, водитель поставил вторым рядом. Совершенно верно. Так, шесть. Вот, обратите внимание, водитель пришел. А, Каспар, давай свидетелями запишем и согласен. Смотрите, пришел водитель. Кто зарабатывает деньги? Ну, люди... Кто зарабатывает деньги? А, это... Ну, да. Ну, за деньги или он бесплатно эвакуирует? Ну, да. Не, он за деньги? Я не знаю. Ну, как нет. А там, да у них, наверное, они зарабатывают, там тариф же минимальный. Слушайте, я знаю, какой минимальный тариф. Знаю, прекрасно. Пару раз эвакуировали, там, где-то, где-то, где-то. Там, 2,800, что ли, примерно. Ребят, ну, че вы, он че бесплатно? Вы за идею работали? Ну, да. Вы? А че ж вы человек? Одних, говорит, уезжайте, здесь полиция, других вы снимаете. Мое говорю, я говорил. Вот только что, вот, ваш друг сказал. Друг ваш сказал. Нет, я не видел. Уезжайте, там, полиция. Я никому не говорил. А что у вас за политика двухстандартных? Я не говорил никому. Нет, ваш товарищ, вот. Как к нему спросить у него? Я не видел просто. Нет, вы же вместе. У вас одна идея. Так я не видел. Нет, так у вас идея. Я не видел. Вот, видел. А, то есть вы не верите моим словам? Я не видел. Ну, спросите у него. Может, предупредил просто, что не надо нарушить? В смысле предупредил? Человек уже нарушение совершил. Он сказал, уезжайте, там, полиция. Это нормально? Спросите у него тогда, я не знаю. Может, он предупредил, он подъехал, только он говорит, полиция, уезжайте, он уехал, все правильно. Человек совершил остановку, остановка запрещена, там, знак. Тогда я должен... Он совершил нарушение? Зачем вы сказали, уезжайте? Сейчас я полицейскому... Мы иногда предупреждаем людей, которые только подъехали, понимаете? Он вот стоял, полицейский, он говорит, ну, я не умею, не смогу я физически, не смогу. Он уже сказал, у него пять нарушений, да. Я уже, я уже... Вы дурачка или что? Я уже три нарушения попытался. Вы к нему подошли, я вас не спрашиваю, скажу, вот, вы подошли, сказали, уезжайте, там полиция, все, освещать нечего. Подождите, ну, смотрите, мы иногда некоторых предупреждаем. Я понимаю, что у вас политика двойных стандартов. Да нет, он просто интересуется, пусть, он нормально интересуется, но он, пусть, интересуется. Вы не принципиальный человек. Я же не против, что я... Да не надо мне до свидания сказать. Да нет, ну, пусть, пусть, правильно говорить. Я же не против, что я нарушил, я понесу за это ответственность. А вот почему вы это? Мужчина, можно у вас на секунду, теперь я отвечу, можно на ваш вопрос? Вы правильно говорите абсолютно. Да. Но иногда мы предупреждаем тех людей, которые просто подъехали ненадолго, ну, быстро подъехали. Ну, мы просто предупреждаем, мы выберем так для себя. Которые не стоят долго Ну вы хорошо, вильнули Мы иногда предупреждаем, понимаете А если долго стоят, да Это я вам отвечаю на ваш вопрос Долго это сколько, минута, две, какие у вас критерии? Это у вас в Маскарте или чего? Вы долго стояли, вы час стояли Нет, я спрашиваю, какой я сейчас стоял Я стоял ровно 7 минут Забежал в банкомат и перебежал обратно Но мы видели, что вы долго стояли Но это вам так кажется, я вам еще раз повторяю Можем регистратор поднять там время Вы сильно не волнуйтесь, я вам просто ответил на ваш вопрос Да вы на мой вопрос не ответили И все понятно и так Что у вас политика двойных стандартов Я пытался ответить, пытался Ну так можно ответить, если вы одних снимаете Других предупреждаете Я знаю, что у вас предпозиция не принципиальная Андрей Валерьевич Все понятно Так, вот мужчина за стоянкой на тортаре Говорит, на 7 минут, но стоял он на самом деле Намного больше Да Мы как пришли, там машина эта и стояла Никуда не уезжала Мы же туда специально подошли Напротив встали Это не тротуар, я не считаю это тротуаром Нет, он просто сказал, я ошибся Да Держите, получите, распешитесь Заезжая на бордюр, он почему-то посчитал, что это не тротуар Ну, в следующий раз будет знать Удачно вторым рядом поставил водитель вот этот Заблокировав двух нарушителей серьезных Многие парковки отделены бордюром Тоже, чтобы вы знали Вселенной Бордюр это не признак тротуара абсолютно Я согласен, что я нарушаю Я за это принесу ответственность Не, ну вы адекватный водитель Что, к вам никаких вопросов даже нет Вы реагируете, все Все правильно Так, ну вот выносят постановление Вот пять сейчас нарушителей уже Оформляют данные сотрудники Все нормально, реагируют на нарушения Не справляются, конечно, вдвоем со всеми Там один уехал Вот, но тем не менее На большинство нарушений удается отреагировать Смотрите, друзья, что происходит Уже начинаются зрители собираться потихонечку Вот из прокуратуры вышли Вот, сейчас смотрят Что ж такое, никогда здесь не привлекали У нас же есть корочки разные А тут вот сейчас что-то происходит Да, сейчас начинают привлекать Что-то происходит непонятное сегодня Но сегодня сотрудники реагируют хорошо Вот они Здесь пять нарушителей уже Соответственно, оформляют Ну, я думаю, сейчас будет Сейчас это оформят И будем эвакуировать Потихонечку начинать Ну, куда же вы уезжаете-то, а? Здрасте На тротуар заехали Не заезжайте на будущее, ладно? Не буду, потому что в банк нереально встать Ну, понятно На жене машина специально сама не даже не смогла Ну, надо где-то в переулках Становиться во дворах Хорошо? На будущее не нарушайте, пожалуйста, ладно? До свидания Так, ну вот мужчина покидает место нарушения Уезжает, успел Успел уехать, я не успел ее остановить Вот здесь еще нарушение продолжается Вот здесь вот сколько машин осталось Вот это оформляет рейндж-ровер А здесь вот осталось раз, два, три, четыре И тут четыре нарушителя И все И здесь будет наведен порядок Ну, всех понятно, что не успеваем Здесь Даже сотрудники не за всеми успевают Ну, как получается Вот По мере возможности Потому что два сотрудника всего приехали Вот мы вдвоем тоже здесь Разбросаем нарушения Одно здесь находится Другого там в тридцати метрах Поэтому не всегда получается успеть Отреагировать Или сто процентов Это нарушение правил дорожного движения Если у вас машины есть 12,29, часть,1 Вы хоть раз Да мне все равно Как раз это я могу посмотреть Наизусть я тебя знаю Ну, нарушали Нарушали Чуть сегодня чуть не оштурповали И будете нарушать Вот Если у вас машины есть В любом случае Вы хоть раз в жизни Припарковались там, где не надо Поэтому Ну Не надо строить себя Супер принципиальных людей Ребят, понимаете Хорошо Вы хотите сказать, что вы всегда по пешкому переходу переходите Честно Представляете, да Да ладно Да Какое удивление, да Нет, это не удивление Просто вы врете и все Ну понятно Учитывая, как вы отъезжали от прошлого разговора Вам уже веры нет Вы врете Мужчина, ну если мы нарушаем То вы вообще постоянно Правильно? В смысле? Ну вообще постоянно Каждый день Я просто говорю, что нарушают все А вы вообще не перестаете И в том числе и вы А вы вообще не перестаете Я тоже нарушаю Что если не перестаете? Ну если вы говорите, что мы нарушаем активисты То вы вообще не перестаете Я так думаю А что за такая за дискриминация? Ну мне кажется Активисты не нарушают Нарушают мало, а я больше Мне так кажется Я тоже активист, может в другом направлении А мне так кажется А вам так кажется? Вам кажется, что мы иногда нарушаем А мне кажется, что вы всегда нарушаете А мне не кажется Тогда обратитесь в полицию, я понесу ответственность. Предположим, что вы говорите правду. А в чем разница? Я это нарушаю всегда, предположим, а вы иногда, предположим. В чем разница между нами? Это ваше мнение. Нет, в чем разница между нами? Ну, это вы утверждаете. Я же вашими словами говорю. Между нами в чем разница? Вы нарушите или я? В чем разница между нами? Можете ответить? А вы зафиксировали, что мы нарушили? Нет, подождите. Мы, допустим, мы записили. Нет, давайте разговаривать по взрослому, по нормальному. Почему вы съезжаете, как малолетние девчата в детском саду? Я слушаю вас. В чем наша разница? Не знаю. Не знаете? Я повыше вас, вы пониже. Нет, в чем разница в плане... Ну, вы сейчас под дурачка. Вы коротко стрижены, я чуть-чуть оброшу. Вы под дурачка. У вас волосы растут на груди, у меня поменьше. Когда человеку нечего ответить, он начинает под дурачка. В майке в другой. Вы под дурачка, потому что вы прекрасно понимаете. Ну, что вам ответить? Вы скажите, я отвечу. Да где? Вы заметили нарушение? Так я вам задал вопрос, вы заметили, зафиксировали нарушение? Я вам задал конкретный вопрос. Значит, вы балабол, если не заметили. Вы балабол, нет? Я вам... Не надо меня провоцировать. А на что? Я вам... На что провоцировать? Я вам задал конкретный вопрос. Я спрашиваю, вы балабол или нет? Вы на него можете ответить? Могу. Ответьте. На какой? Я вам задал дуэток. Задайте, пожалуйста. И вы нарушаете иногда, и я... Вы зафиксировали, я спросил. Вы зафиксировали? Вы сами сказали, что иногда. Вы с этим согласились. ну оба нарушителей – в чем разница? – Раз в год нарушают, да. – Не, в чем разница? – Случайно, раз в год нарушают. – Подождите, в чем разница? – Случайно нарушают. – Ну, вы же тоже не знаете, почему я нарушил. – Вы? – Да. – Ну, почему, а как можно на тротуар нарушить? По-другому нельзя. – Вы же тоже переходите дорогу не положенными, пусть от случайно. Где я пришел? Вы сами говорите. Один раз в год нарушаю. Один раз в год случайно нарушаю. Случайно. В смысле, как это случайно? Случайно? Объясняй. Например. Например, значит, знак закрыт деревьями. Движение 40, например. Какое? Не, вы как пешеход не расскажите, где вы там случайно нарушили. Вы не увидели, что земля нет. Пешеход не нарушает. Пешеход не нарушает. Зачем? Как пешеход не нарушает. Если кто из нас балабол, так это вы точно. Да, почему? А вы видели нарушение? Потому что любой человек хоть раз в жизни переходил дорогу в непешеходном переходе. Не, ну может и раз в жизни, когда ты приходил в детстве, но сейчас не перехожу. Мужчина, вы балабол. Почему? Потому что, а проще говоря по-русски, пиздобол. А это уже оскорбление, мужчина. Сейчас будем оформлять тогда вас. Сейчас ППС вызовем еще. Можно нас, не секунду? Вы сотрудник, да? Сотрудник. Можете представить, пожалуйста? Сержант внутренней службы. Внутренней службы? А, это Росгвардия или нет? Нет. Слушайте, а вы можете нас помочь? Вот мужчина нецензурной бранью выражался. Пригласить кого-то. Вы можете это тоже оформить, а у меня балабол не вызвал. Можете, да? А вызвать полицию можете? На цензурной бранью просто. Нецензурной бранью, оскорбил. Вы назвали меня балаболом, а я... Хорошо, хорошо. А вы матом, да. Да. Заскорбление, во-первых, а во-вторых, 20.1. Балабол, это тоже мат. Это мат, да? Ну, он есть признает, то и меня оформить. Балабол? Балабол, это человек, который... Можете, да, помочь, пожалуйста? Помочь, можете нас? Вот, нецензурной бранью выражался. Сотрудник полиции вызвать. Но это ГИБДД. Ну, зайдите, почитайте. Ну, сейчас и меня оформят, значит, мужчины. Вот и буду нарушить первый раз. Можете, поможете? Поможете, да? Не, поможете, да? Гаспар, может вызовешь? Может вызовешь 102? Да нету, да. 91, красноармейская. Сейчас мы попросим сотрудника ГИБДД его тоже задержать. Потому что прям матом. Да, конечно, матом и оскорблением. Это 561. Мужчин, зря вас оскорбили. Это 561 образует состав правонарушения. Прямо на меня глядя сказали. Моральный вред защищу с вас. И штраф получите. В свиньский войти. Через прокуратуру. Это ваше право. Все, хорошо. Без проблем. Нет, сначала прокуратура вас привлечет к ответственности по 561, а потом в суд. Проблем нет. Но вы можете извиниться, пока не поздно. Если извините, то мы все прости вам. Я все прощу вам. Будете извиняться? Да, за пиздобол извиняюсь. Но вы балабол. Ну, хорошо, без проблем. Но только не извиняйся, скажите, извините, пожалуйста, как положено. Да, и все. Я вам сказал. Вы сказали, извиняюсь, это вы сами себя извинили. Я сказал, извиняюсь. Будете извиняться? Я извиняюсь, я сказал вам. Извиняюсь, это вы сами себя извинили, значит. Вы должны сказать, извините меня, пожалуйста, я был неправ. Я вам сказал. Вы сказали, извините. Вы были неправы, вы признаете? Что ж, оскорбил. Матом не надо ругаться. Оскорбил, да, неправ. Оскорблять тоже не надо. Конечно, согласен. Все, я согласен. Вот смотрите на будущее. Вы тоже на будущее. Не провоцируйте и не выражайтесь. Хорошо, я вас, я вас вращаю. Я не выражаюсь. Я спросил, я спросил, вы балабол, а вы утверждение дали. Когда спрашивают вопрос, вы балабол, это не является нарушением. Вы уже провоцируете. Чем? 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 Тем, что я вам взяла конкретно вопрос. Мужчина извинился. Я вам задал. Уже с полицейским. Да, уже все. Я вам задал конкретно вопрос. Да, вызвали сейчас. Чтобы это не ложный вызов был. Сейчас его отвезут в суд. Все, хорошо. По 20.1 привлекут к ответственности. И судья даст от 1 до 15 суток. Ну, раз так, значит, не успел. Ну, что делать? От 1 до 15 суток. А вот на будущее, если вы не зафиксировали право нарушения, утверждаете, что человек нарушитель. То есть нельзя так утверждать, понимаете? Потому что, ну, может не соответствовать действительности. Можете смешно выглядеть. А я вам сказал. Вы сказали, вы нарушаете неоднократно. Я сказал, нарушали. Вы постоянно. Я сказал, нарушали. Мужчина нарушал, да. И вы согласились с этим. 10 лет, да. И вы согласились. 10 лет, может, переходил. Вы уже с этим согласились. Ну, в 10 лет. Вы же с этим согласились. Согласился. И, кстати, про 10 лет не было речи. Ну, в 12. Не, ну, вы согласились. Да, согласились. В детстве нарушал, да. Ну, и не только в детстве. А когда? Ну, вы когда зафиксируете, тогда можете утверждать. Сейчас же у вас нет доказательств. А если кто без доказательств говорит, тот балабол, правильно же? Вы поймите правильно. Вы согласны, нет? Вы поймите правильно. Попробуй. Для меня лично и для вас, не важно, значит, докажу, я увижу. Вы внутри-то прекрасно знаете. Так я и стараюсь не нарушать внутри. Так я и стараюсь не нарушать. Что вы неделю назад, где-то, или месяц, перешли перешкодный переход к моему своему месту. Понимаете? Потому что это моя позиция принципиальная. Вы же знаете. Не нарушать. Я тогда не имею права делать замечания другим, если я буду нарушать. Я вам поэтому говорю, что вы не имеете права. А. Да. Потому что вы отпускаете. Думайте, что вы у вас денег не отпускаете. Ну, я никого не отпускаю. Давай. Встанешь или подойдешь, скажешь, чтобы ему к полицейскому подошел. А сейчас, стой, я подошел. Не, не, ты скажешь, чтобы подошел. Распар. Или постой, я скажу, чтобы он сам подошел к полицейскому. Или скажи ему, чтобы вышел из машины, подошел. Потому что он не уедет отсюда все равно. Здравствуйте. Там человек сзади вас. Вот. Не хочет. А ты поговори ему. Может, может, или встать здесь я ему. Нет, он не хочет. Он не хочет разговаривать. А, разговаривать не хочет. А вот полицейский идет. А, ну все так. Раз не хочет, как хочет. Сейчас полицейский подойдет. Я еще бутылку не успел выбросить. Пришел водитель. Так, вот пришел водитель. Инспектор отреагировал. Сейчас у него документы возьмет. Уже можно уходить и выбрасывать бутылку. Так, вот. Сейчас будет вынесено постановление отношения вот этого водителя. Это шестое, я так понимаю, по счету нарушитель. И останется всего лишь 7 машин. Примерно. Поверяет документы. Страховое поле смотрит. Работает полиция неплохо в Ростове, что я вам скажу. Быстро очень приехали по обращению. И взял документы и пошел наносить постановление о административном правонарушении. А, ну сейчас. И он не смущает. Стоит эвакуатор, стоит полицейский. Он берет и заезжает. Бордюры не смущает. Ты понял, он долго стоял? Долго стоял вот там вот. И ждал пока, да. И ждал пока мы уедем или уйдем. Или как мы отлечемся. Они сядут, они не знали, что мы можем еще встать назад. Вот этот бордюр никого не смущает. Вот этот вот. Вот бордюрчик идет вдоль проезжей части. И все вот через этот бордюр заезжают вот сюда. Вот эвакуатор не смущает. Ну, раз не смущает, что ж теперь делать. Стадное чувство. Они видят, что инспектора... Ой, видят, что нарушают водителей. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Вы не будете ждать полицию. А то вдруг вас разыскивать будут. Подождите. Вы же сами сказали. Извините. Все, и мы все. Ну, вы же не извинились. Продолжили. Продолжили оскорблять. Я вас больше не отзывал. Не отзывали, да? Не, я извинился. Вы сказали, мы вас простим. Я извиняю вас. Да, спасибо. Все, хорошего. До свидания. Не нарушайте больше, пожалуйста, ладно? Самое главное, чтобы вы не нарушались. Я стараюсь. Очень стараюсь. Не, надо не стараться. Надо не нарушать. Я очень стараюсь. Поверьте. Не нарушать. Хорошо буду. Так. Вот. А, вот он. Вот этих вот штанах военных, да. Правильно, долго стоял. Вот там вот ждал. Пока сотрудники либо уедут, либо мы уйдем. И вот сейчас его привлекают к ответственности здесь. Так, мужчина уезжает. Уезжает. Вот он. Получил штраф и уезжает. Но тут остается еще несколько машин. Здесь стоят на тротуаре. Машин, наверное, на пять или четыре, которые нарушают правила дорожного движения. Сейчас их будем потихонечку тоже с помощью сотрудников привлекать к административной ответственности. Мужчина, уезжайте. Уезжайте с тротуара. Да, я уезжаю. Скажите, я же перед вами извинился. Да. Вы меня извинили, правильно? За оскорбление извинили меня? Конечно, конечно. Все, спасибо. Всего хорошего. Конечно. До свидания. Не нарушайте, пожалуйста. И пристегнитесь, ладно? Все, постараюсь. Пристегнитесь, мужчина. Пристегнитесь, а то еще за ремень сейчас. Пристегнитесь. Пристегнитесь за ремень еще сейчас. О, вот так. Все. Вот так. И покидает место нарушения. Нарушение. Так, а инспекторы тихонечко привлекают к ответственности водителей вот этих. И сейчас начнут заниматься эвакуацией транспортных средств. Здравствуйте. Здравствуйте. Машину уберите, пожалуйста, с тротуара. Мы на тротуар поставили вот только что. Ну да. И в зону действия знака 327. Там знак и желтая полоса еще разметки. Да, поставьте, пожалуйста, другое место. Обратите внимание, вдоль бордюра желтая полоса идет. И знак там вон 327 круглый. Остановка запрещена. Вот висит, да. Да, желтая полоска, да. Не, ну стерлся, но это тротуар вот этот. Так, мужчина сейчас подойдет, посмотрит знак. Вот. Вот. Вот знак. Еще посмотрел. И согласился со мной. И сейчас уберет транспортное средство положенное место. Это тротуар еще к тому же. Это тротуар еще к тому же. Это тротуар. Кроме знака, это еще и тротуар. Да, но я же не в своем тротуаре. Я так и словно. Не, вот этот тротуар. Вот все, вот это. Вот это все. Понятно. Ну, это прохожая часть. Ну, понятно. Ну, это все тротуар на самом деле. Все. Все хорошо. Так, вот мужчина отреагировал, вежливо, все, адекватно. И переставляет транспортное средство. Пристегивается даже, вот молодец. Все, вопросов нет никаких. И переставляет транспортное средство. Сейчас будет переставлять по правилам наружного движения. А что будет показывать? Ну да, когда-нибудь будут. Буду смотреть. Хорошо, счастливо. Так, и переставляет транспортное средство. Все, не задавая лишние вопросы, подошел, посмотрел. Все очень адекватно и хорошо. Вот так. Мужчина долго стоял вот этот вместе с сотрудниками прокуратуры. У меня упоминание. У меня упоминание. Армия России. Упомянули, короче. Девушка какая-то выложила. Поддерживаю госпаралки. А, отлично. А уже отсюда, да? Да, и люди проезжают, фоткаются. Мужчина, здорово. Здорово. Так. Вот этот мужчина долго стоял с сотрудниками прокуратуры. Что-то ожидал, ожидал. Потом решил уехать. И его сейчас вот привлекает административная ответственность за стоянку на тортуаре. Вот так вот сразу отъезжает. Ничего себе. Что-то опять происходит непонятное. Улыбается, что-то смеется. Гляньте, что происходит. И поехал куда-то. Так. А, ну на то место. Вот на то лучше встать, чтобы никто не мог встать. Хотя вот здесь, глянь, место без нарушения. Почему он сюда не хочет встать? Давай ему подскажем. Инспектор, а может без нарушения встанете? Гляньте, место есть. Ну я же стою на мигал. Ну это вы имеете право. Я просто предложил. Я просто объясняю. Так народу, наверное, виднее, что тут. А, понял. Согласен. Под ДПС. Согласен, понятно. Приказ 664 исполняете, да? Все понятно. Хорошо. Занимаемся профилактикой. Вопросов нет. Так. Гражданин. Вот они, кстати. Теперь видно, что это места для инвалидов. Все хорошо читается здесь. Там под машиной тоже. Вот два инвалида припарковались. Один прокурорский, который в зеленой рубашке, в общем-то, можно сказать, спас от ответственности. И второй, вот в розовой маечке, он тут сидит, вот в автомобиле, тоже ему выносит постановление административного правонарушения. Так, ну что, уезжает инспектор. Все, говорит, на ДТП пора ехать, надо еще сейчас обращаться, вызывать. Вот этого, может, мужчину привлекли административной ответственности. Сейчас он покидает место нарушения. Вот здесь вот. Молча все, тихо, спокойно. Продолжение следует...